Вы обвиняете меня в том, что я вас приманивала к тому, чтобы вас ограбили, или что? А где джидни? Я спряталась. А мы, получается, в челодерке? Я... Неплохо. Вичман. Да. Чего это, это? Вивьента не явилась-то вообще. А вы знаете Вивьента? Нет. Ну да. Чего она отказалась? Да, она была временным исполняющим чурифа. Ну а потом она отказалась. Нет, ну а сейчас же, если она кандидат, значит она еще раз снова подала свою это... Да, ну а что она хотела? Ну, не знаю. Не сильно хотела, видимо. Тогда пришло тоже трое людей, а Вивьена не было. Понятно. Ну, надеюсь, она появится. Да, в общем-то весна. Эх, чтоб чайкулы пануть. А можно про банды что-то узнать? Это вот нам, чтобы не попасться, так сказать. Да, нападают в районе Роудс, называют себя бандой Неда Фликса. Чистят все карманы, ничего не оставляют. Отнимают все, что есть. Чим, а эти люди в плащах зеленых, они это тоже там банды или... Я, вот по поводу зеленых плащей мы разбираемся. Больше никто не видел, кроме одного случая, их больше никто не видел. Может, кто-то проезжающие были. Вы знаете, вообще на самом деле это все выглядело очень сомнительно, когда эта девушка сказала, что, вы знаете, говорит, меня вот чуть не ограбили, и говорит мне и Аннабелле, чтобы мы поехали к тому месту, где ее чуть не ограбили, и посмотрели, там ли эти люди или нет, потому что где-то там чуть дальше ждет ее брат. Знаете, это выглядело больше как уловка. Я, конечно, не могу утверждать, но у меня почему-то показалось, что это как приманка какая-то, знаете? Вы обвиняете меня в том, что я вас приманивала к тому, чтобы вас ограбили, или что? А, вот эта девушка. Да, я вам сказала, я на Бэль говорила. Я говорю, как это выглядело. Потому что, ну, вы знаете, случаи всякие бывают, поэтому... Очень интересный момент, что я попросила посмотреть вас, если они там, потому что мне одной было страшно, а вы на лошадях были. Взрослые тети, извините меня за выражение. А вам было сложно помочь. Знаете, это... А только они там были, но вы попались. Вот. Но обвинять меня в чем-то, если вы не помогли, мне нужно. Я обвинила вас, я говорю, что я предполагаю, но я не утверждаю его, понимаете? Так, мисс... Я советую вам прекратить так говорить. Вы относитесь к банде Неда Фликса, мисс? Скажите, ответьте мне, Джинни. Что вы несете, господи, я вообще не местная. Вы относитесь к банде? Нет. Когда это просто... Когда случилось? Когда она зазывала вас в лес? Нет, не в лес. Какой лес, господи? О, боже, не кричите, пожалуйста, а? Да, не кричите. Чистая боль. Ну, девушка просто подошла и сказала, что вот за мельницей там на нее напали люди. И попросила, чтобы мы туда поехали. Но мы ей предложили просто поехать в объезд, с другой стороной объехать. Вы переживали своего брата, я правильно понимаю? Да. Где ваш брат? Ваш брат взрыв? Нет, он живой, высокий же. А, Римус. Да. Они его отпустили или что? Или он на них не наткнулся? Его не брали, он просто был рядом, и он не знал об этом. Понятно. В следующий раз обращайтесь к шерифам сразу. Ага, шерифов не было, давайте начнем с того, что... Ну и тогда, если что, обращайтесь вот, видите, сколько людей здесь в городе. Тебя, кстати, как зовут, Бродатый? Когда я была, там были одни женщины. Брайншот. Ну, это фамилия, так сказать, представляться пока не имею толку. Ну, вы в городе живете? Это кандидат в шериф. Ну, пока временно. Пока временно. А вы сущенни не сбанданы до фликса? Как бы, по моей форме вы могли понять, что я как бы военный. Вы очень громкий. Открою вам секрет, вы тоже. Военный. И что же вы делаете здесь военный? Ну, знаете, так сказать, отпуск провожу. А, понятно, понятно. Интересно, интересно проводится на сапу суда, пойдемте-ка. А, сюда. Поэтому вы аккуратнее, дамы, чтобы вас не ограбили. Да, не хотелось бы. Да. У нас и так практически ничего нет. Да. А, так что вы... А? А, горбатица вот эта вот, там вот в церкви, там еще мужики какие-то орут постоянно на тебя. Не особо хочется. На огороде можно помочь Генри, вот недалеко от города. Да, нам показывали. Да. Мисс Аннабель показывала. А так, если вот что, начнем строить дом врача, и там, может быть, будет у нас плата за помощь. Поэтому вы, главное, вы хотите обосноваться, да, в Роудс, получается? Ну, вообще, хотелось бы, да, где-нибудь уже остановиться, а то вот это кочевничество постоянное надоело. Да, и дочь уже, наверное, устала, хочет друзей завести. А давайте я пока задам вопрос, который задался, наверное... Матушка, пожалуйста. Ага, вы от кого-то бежите? Нет, нет, сэр. Если вам угрожает опасность, сразу скажите, чтобы мы знали, что ждать в этом городе. Да, хорошо. Если... Просто не хотелось бы, чтобы, если у вас ваша история, так сказать, приехала сюда, и перебила бы половину нашего населения. Да, да. Если вдруг что вспомню, то у меня голова старая, могу забыть. Мне можно доверять, еще раз, Джим Хелвик. Если что, найдите меня. Хорошо. Я бываю в городе довольно часто. Хорошо, мистер Хелвик. Хорошо, спасибо. Да, да. Ну, надеюсь, вам понравится. Здесь и вас никто не ограбит. Да, Джина, это надеюсь. Если можно, вопрос. Да, конечно. А вот в лавке, вон, оружейный, там... Да. Хотели посмотреть что-то. Там оружейник, там только патроны пока что продаются. У нас оружейник делает на заказ оружие, поэтому ждите его. Его зовут Оливер. Оливер, хорошо. Да. Если вы можете походить по городу, может, он где-то здесь. Спроситесь у людей. Если они видели его, они скажут, куда он поехал, где он находится. А так, да, есть оружие, револьверы купить, это через него. А, луки, может быть, какие-нибудь. Луки, да, он тоже делает, тоже делает. Прекрасно. Сколько он возьмет, скорее всего? Он вчера уезжал. Нет, сегодня, кстати, не видела его. Нет. И больше я его не видела. Он сказал, что он поедет в этот, в Ван Хорд, что ли, за оружием, за этими частями для оружия. Да? Угу. Ну, я не видела его давно уже. Может, там остался ночевать, хотя там так себе место, конечно. Так, там вроде. Конечно. Поговаривали, что там бандиты, и туда лучше не ездить. Да, согласен. Что у вас тут живем? Да, я вот дамам рассказываю про оружейника, что он оружие продает, там, собирает под заказ, и лук тоже собирает под заказ. Кто-нибудь из вас умеет делать лук, кстати, господа? У нас у нас индейцы, если что. Есть мужик, который точно при мне делал лук, там, один из этих двух партик. Вроде он в штанах, который синий. Лем. А, вот, можете спросить у них, кстати. Лем, да, его зовут? Угу. Вот, можете договориться. У вас есть деньги-то? Ну, вот, пока что-то на скрипли, да. Вот, хотелось бы только узнать, сколько он возьмет. Ну, вот вы узнаете, да. Если что, мы всем гордым поможем. Женек, с меня взял 5 долларов. За лук? 5 долларов. Это за лук? Да. А за... Ну, за ридевольвер? Ну, 10. Это... Ой, сейчас, поделюсь, какой. Самый дешевый. А все, вам лук, ты вы что стрелать с него умеете, алишь? Да, да. Вы умеете стрелять, да? Ну, для охоты. А, сэр, я хотела у вас спросить. Да. А можно вас? Ну, хорошо, да, прошу меня просить. Да. Женя, берет пример, вот так надо. Скажите, пожалуйста, я у прошлого шерифа, ну, я просто все ставки ставлю на вас, как бы это там очевидно, не очевидно было. Вот, и дело в том, что у прошлого шерифа работала, как бы я только нанялась, проработала всего пару дней, я готовила для него и для горожан. Он мне за это платил. Какие-то шансы есть, что я могу? Да, конечно. Если у вас будут продукты дешевле, чем в нашем магазине, и, допустим, в салоне, где там, вот знаете, похлебка одна стоит по 5 баксов, а вы будете там, допустим, жарить мясо и центов по, ну, 30 продавать, мы, конечно, если вы будете, ну, точнее, либо как, или вы хотите бесплатно. Я могу делать, я, ну, за бесплатно это мне не выгодно. Нет, и как, нет, да, прошу меня просить, это как, смотрите, вы готовите какое-то количество еды, вот, и раздаете горожанам, и за это каждый день получаете зарплату. Нет, я приносила обычно шерифу, а он уже там распределял как надо. А, то есть вы готовите, приносите шерифу, а шериф распределяет. Все, договорились, давайте тогда попробуем. Смотрите, я могу и похлебку грибную сделать, и рагу могу приготовить, в принципе, я все ингредиенты могу сама добыть, я просто вам буду считать затраты, сколько у меня ушло на определенное количество порций, ну, а вы там... Ну, давайте тогда, смотрите, если же так получится, что меня выберут, давайте сориентируемся на 10, максимум 10 долларов в день. Если пойдет как-то дальше, ну, больше, то пообсудим с вами. Поэтому вот смотрите, как там получится у вас в эту сумму ложиться. Хорошо. Вас строит? Да, да, да. Ну, пока что меня не выбрали, поэтому да. Ну, да. Не, ну, я почему-то думаю, что... Я учту, да. Вы как-то более беспокойно ходили, о горожанах узнавали, знаете, вы единственный, кто здесь ходил и как-то любопытствовал, как вообще люди живут. Да, потому что я вот появился в городе, я очнулся, у меня цыганка местная, мадам Камила, кстати, знаете ее? А, да, я ее видела один раз. Вот, я бы на вашем месте, вот сейчас тоже этим дамам нужно сказать, подходил бы к ней, пообщался, она дает работу, такую, знаете, ну, может, ну, что-то починить. Вот я ей вбил этот коновязь ее около дома. Вот, она заплатила, то есть, как бы подняться на ноги тоже помогает. Вот, и если бы не она, я, конечно, бы, наверное, под колесами этого поезда погиб, потому что я очнулся прямо на рельсах, она меня разбудила. Поэтому я, кому как ни менее, знать про тех людей, которые их грабит вот эта банда Неда Фликса. Я просто поэтому стараюсь всем помогать, чтобы как минимум было вот этих вот жертв, этих подонков. Так, я это вас не потревожил? Нет, нет, я уже все. Нет, Риммс, да. Все, спасибо вам большое, тогда я желаю вам удачи. Да, спасибо большое, спасибо. Тебе тоже. Так что, Зим, короче, нам нужно поговорить по-серьезному. Да, давай поговорим по-серьезному. Так, а... Все вместе или как? Нам придется в болото вступить. Но, видимо, и ланить мимо. Нам нужно вступить в болото. Вступить в болото, это что-то... Короче, смотри, в чем дело. Сегодня должна была выступать тварь, ты сам знаешь, какая. Вивиан, да, звать ее вроде. Она не пришла. Если кто-то за нее проголосует, будет, ну, как-то не очень хорошо. Поэтому нам нужно вступить в болото, поговорить с людьми, сказать, иди-ка ты нахер, у нас жимы, будем за него голосовать. Нет, просто уговорите за жимы, типа. Ну, я-то имею в виду, да. Сказать, типа, идите нахер в свой Вивиан, все проголосуют за него. И у вас есть шанс, что у вас свой человек будет. Так что давайте сотрудничать, вы тварь тупые. Гони до мрази. Скоты ублюдки. Тише, тише, мне кажется, так ты их не убедишь. Римус, ты, конечно, горячий мужчина. Даже еще хуже сделаешь. Что? А где Джинни? Я спряталась. Она в кустах, дуголь ждет просто. Знаешь, тут у всех ушки на в окошке сейчас приедут, болото все сюда, Джеков этих всяких. Да, кстати, да, про болото, кстати, да, вот называем болото и... Жеки. Чтобы никому, да. И шакалы, будем их шакалами делать. Болоки и Джеки. Нет, давай шакалы. Болото и там будут... Жек, Джек, типа... Нет. Ван, мы были в болоте, помнишь, мы знакомились там с Джекилом. Шакалами. Линия, Лестером, Лестером или... А, этого я понял. Нет, все, походите, давайте придумаем реально покинем этих существ упорылых. Я вуалирую, ты чего? Шакалы в болотах не водятся. А, не водятся. Что в болоте? Болотники. Жабы. Они, кстати, на пиявок похожи очень. Болотные твари. На пиявок. А, слушай, реально. Типа, знаешь, какие-то эти... Какие там существа страшные из книжек-то есть. Какие были? Водяные, водяные. Ну да, водяной, какие мор есть. Угу. Короче, шакалы, все, неважно. Вот теперь шакалы и в болотах обитают. Мне кажется, для них это... Лежие болотники и что-то... Они только вместе могут поодиночке, они просто тупые твари, ничего не способные себя... Да, не то, что мы. Не то, что мы, да... Точно, да. Да. Что-то аж некрасиво получилось. Да. Ну, а мне нравится быть таким. Утопцы есть еще в болотах. В болотах. Утопцы. Утопцы, слушай, класс. Это говорится, чтобы ты была, а не она. Вот нелогично будет голосовать за того, кого даже не было. Давайте так сделаем. Только не будем просить никого. Мы просто приедем и скажем так и так. Были дебаты. Мне пришлось выступить, потому что я один кандидат. Я подавал уже неделю назад свою кандидатуру. Я выступил, и Вивьен не было. Что делаем? Да, кстати, жим. Давайте жим. Иди народу очень понравился, и маршалам тоже. И весь город стоял и аплодировал тебе. Смотри, у нас получается всего человеку 8, да, где-то в нашем бенде. Но при этом у нас только 4 могут доголосовать. Да, я понял. В смысле только 4? Да, мы не можем, чтобы граждане другой страны, а не повезло просто. Да, просто не повезло. А откуда они могут знать, кто документы у нас будет проверять? А вот надо узнать, будут эти тупые... Ну, если не будут, мы просто подойдем, проголосуемся, скажут, что нам нельзя. Я такая скажу, ой, я тупая, а ты такой, ой, я тупой. А я такой, ой, я тупой. У меня закрылась игра, блин. Ну, не знаю, я из нее сейчас все кишки выдавлю. Кого? Из кого? Эта тварь, она бель, блин, гоняет там, где мы, постоянно. Ох, паскуда. Да, ну, паскуда задрала уже. Ну, я всегда готов убивать девок, так что за вы-то. А я, кто меня защищать будет? Когда тебе женичные глаза выцарапались. А ты вроде бы не справилась. Я не достаю. Ну, вот в этом-то и преимущество. А вот Долор из двухметровой она достанет. Можете с ней это познакомить? Нужно ее это первое, короче. Ну, я надеюсь, она дадула достанет моего-другого века. Давайте доставать постоянно свою пушку. Да не махло, она американская. Да, дадула точно достанет, я думаю. Ну, да. Если она достанет, я тоже достану. Она сдвое, она одна пошла на в жопу. Короче, простерли всех, пойдем. Отлично. Там, короче, нужно в болот. Нужно в болоте, нужно с этим рыжим. Я не знаю, почему ларит не начал разговаривать. Я думал, что он выступит и будет прям хорошо. Я тоже, а я буду говорить, стоять. Ой, что ты ларит, наверстываешь. Ой, что ты жим-то, подсадаешь обороты. Ну, на самом деле ты странно, как бы, ну, если ты серьезно, то не забывай, что он на волоске держится. Кто? Варя. Да. На каком волоске? Он нас, ну, часто как-то это... А, болотчане, шоль? Болотчане, да, это? Да. О, все, отлично. Я придумал, болотчане, да? Болотчане. 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 Ну, что, нажрались? Болотчане. Болотчане, кусь сок дерьма, нахрен ты напился, твою мать? Да, подожди, кажется, или там, блядь, выродки Северной Изландии из Дублина. Ой, не из Дублина, это Ольстера. Иди сюда! Смотри, ты уже вживаешься, вроде, жены, это хорошо. Ну, так ты будешь, когда утре Ольстерчат. Что, я тебе сейчас твой ремень как порву, блядь, и ударю? О, блин, так кажется. Так, может, с кем-то дерется, что ли, там? А, не знаю. Да. Он, он все, он отпадает, ты же понимаешь, он не приедет так. Кто-нибудь приедет. Мне кажется, он просто не доедет. А-а-а. Киллиан. Неплохо вы тут, прелось видать. Сэр, вас, все в порядке у вас, вы это? Что? Доглас же, да, вас зовут? Да, да, да. Там в салоне говорили про такие вещи про ирландцев, и это не понравилось. А зачем тогда вы бьете людей вот здесь на улице, а не в салоне? Это те самые люди, которые там были. А-а-а, понятно. Да-да-да, именно. Я думал, там уже все побили. Я свидетель, да. Там оскорбляли... У меня есть понятой. А-а-а. Кто? Ты шо, ты шо, ты? Который все понимает. Именно вот понимает и может объяснить это все. Какой кошмар? Уши гранут просто так громко говорить еще и какие-то... Это типа как дьявол Мария, да? Кто все понимает? Да, я прощаю. А-а-а, понятно. Знаешь, что вы друг друга понимаете и прощаете? Да. Ну хорошо, это хорошо. Ой, что-то... Как-то дождь пошел, наверное... Да, вам бы вздремнуть. Да, это, пожалуйста, прийти. О, удобно устроился. Класс. Хотя бы в куст упал нормально. Ну да. Ладно, короче, ты, это пока все приходишь, я поехал в это. Нужно в болоте достать миллергетера. Миллергетера, так что ты как тут сам хочешь. И меня, меня возьми. Нет, ты... Киллиан, да? Киллиан вас зовут? Да, да, да. А вы умеете лук делать? А, нет, мой брат умеет. Тут у нас ходит дама с дочкой, вот они хотели бы лук сделать. Да, они встретили. А, они поговорили, да, уже с вами? А, ну все, хорошо, тогда... Так, вы аккуратнее тоже, если будете спать, ложитесь как-нибудь тоже аккуратнее. Угост. Дим, не хотите индейку? Индейку? Давайте. Забирайте. Сколько стоит? Да так забирайте. Да нет, 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 давайте сколько стоит. Да так забирайте. Да нет, сколько стоит? Забирайте. Ну ладно, раз угощаете. Ой. Благодарю. Пожалуйста. Джим, этот Дуглас отправил дебошер в салоне. Да он сказал, напился, вот. Кто-то про Ларди что-то не то сказал, протрезвеет, поговорим с ним, чтобы он больше не бил людей на улицах. Угу, а то люди будут плохо говорить. Да конечно, конечно, это я понимаю. Тем более перед выборами. Ну да. Можем подождать. Ну что поделать. Знаете, Анабелли, алкоголь это такая вещь. Пьешь один раз, пьешь второй, и больше ты уже никакой. И уже не такой. И уже не такой. Да, у меня лошадь в другой стороне. Прошу прощения. Кукьянг. Кукьянг. Здорово. Так, тебе подарок от Анабелли. Вот так. Спасибо, Анабелли. Молодные твари. Пожалуйста. А мы сейчас как раз это, будем на приманку. Поехали. Мне не нравится то, что она постоянно убивает животных, животерка гребаная. Нормально. А мы постоянно убиваем людей. Ну она живодерка гребаная, она животных убирает 500 раз больше, чем у людей. А мы получается челодерки? Я вот не всегда убиваю людей вообще. Да? Сказала та, которая вчера троих прирезала. Четверых. Четверых, прошу прощения. Это было в первый раз за всю жизнь. Ну да, с почином тебя. Наверстываешь, так сказать, да? За прошлые годы. Мисс Кларк говорила, что человека убить ножом в голову почти невозможно. Я этого факта провернула. А, ты ей рассказала, да? Ну да. Ох. Она сказала, что лучше не целиться в голову. Я сказала, что я так двоим черепом. Неплохо. Хороший, значит, у тебя бросок. А что, остальные поехали в болото? Ну да. Я сказала, что я тебя заберу и... Может, увидел, что ты таскаешься с курицей. Ой, с двумя, извиняюсь. А. Ну смотри, она достаточно мило угостила меня куропаткой. Эта баба сойдет нос куда не надо. Она перет его из нашего дома. Мне она не нравится. Ну, давай последим пока что за ней. Ну так я же не говорю, что ты делаешь. Я говорю, что она мне не нравится. Не нужно с ней общаться. Ну, она мне дает индюшку. Может, это индюшка отравленная. Ничего. Не знаю. Ты видела, как она ее уделяет? Я тоже не увидела. Ты думаешь, она угощает индюшек ядом, что ли? Ну, чтобы убить кандидата. А-а-а, ничего себе. А кто же тогда будет, если не будет кандидата меня? А вдруг она сторонница Вильвена? Тоже работает на ванклорке. Так я же не против. Я за Вильвена, если что, проголосую, если она появится. Она же не знает, что ты тоже работаешь на ванклорке. Ну, я взял индюшку. Все. Короче, это как называется, объективнее. Не думаю, в одну сторону стоит. Да, а ты думаешь, я за индюшку продамся? Я говорю, что она может быть отравлена. Хорошо, отдадим Кларка. А если она отравлена, и мы ее отдадим Кларком, нам... Минус две проблемы. Голову снесу. Ну да, согласен. Подожди, а разве если пожарить мясо, яд-то не исчезнет? Есть яд, который, знаешь, которому нужно тактильное взаимодействие. Когда, короче, он попадает на руки, ты умираешь. А, ну то есть, если что, я уже... Такая реакция, и там у тебя, типа, это... Что за слова такие? Правда, решили, да? Аллергия. Да, руки вверх. Я боюсь. Аллергия. Это от аллергатора что-то связанное? Нет, аллергия, это когда у тебя, короче, сыпь. Знаешь, что такое сыпь? Ну, красные пятна. Да-да-да, а вот бывают такое красные пятна, и красные пятна внутри, когда эта кровь становится не просто, ну, текущая жидкость, да, а становятся сгустками, и они превращаются в такие красные пятна, но уже внутри тебя. Фу. Ты умираешь. Фу. Это называется сгущение крови. Фантазируешь ты как-то, по-моему. Нет, честно. Вообще, это сказки рассказываешь. У меня мама умная. Она мне рассказывала. Ну, не так, конечно, но я тебе описываю, как описывают львить. Понятно. Мне не нравится, что меня-то не поехала с нами. И дуголь. А где, кстати, где? Дуголь или дуголь. А меня-то почему не поехала? Да, мы ее потеряли, это на городе затерялась. А Ларе где? А Ларе вообще не видела, кстати, давно. Понятно. Опять куда-то смотался по делам своим. Ну, главное, что по-то дела. Не, походу, резвицам. Наверное. Я вчера видел, каких-то их, это, револьвером напугал своим. О, их там сбил, короче. Ну, и поедем, ты снимешь, потому что они помогут им. Ну, как? Помощи даже не пришлось просить. Ричард сам справился, сам как-то сдал. О, ни хрена сожжим, какая у тебя, сука. Высыт. Да. Разорвать бы ее. Хочешь, возьми. Нет, у нас рулайнцы в этом делах мастер. Понял. Джинни говорит, что она отравленная. Кто, это кровать? Потому что мне ее подарила Аннабель, да. Аннабель, слушай, ну она какая-то странная, что-то... У нее что, ноги не ходят? Или что, надо лошади постоянные? Конечно, это... Она вот слишком много лошадей. Она любит лошадей, говоришь? Похоже, приросла, да. А-а-а. Давай убьем лошадь, тогда. Разорвем лошадь. Да никого и надо убивать, что же вы такие кровожадные в вашей семье, Римус. Ну, надо так сказать, понимаешь? Иногда... Если она тебе чем-то нацепит, то разорвать лошадь будет. Более чем... Достаточно. Ну, вообще, да. Не, ну она катается, вышла, она просто шныряет. Тут мне не совсем нравится ее вот эта болезнь. Да и пусть шныряет. Че? Шныряет и шныряет. Она, кажется, охотит со мной. Что она расскажет? Шерифу о чем-нибудь расскажет? Ну, пусть расскажет. Шериф ком? Тебе, что ли? Ну, вот. Пускай рассказывает, что, потом мы ее туда сожжем. Как у ведьмы. О, это как раз новая. Слушай, а может реально она у ведьмы просто? Поэтому она с лошадь не сходит. А что, ведьмы с лошади не сходят? Ну, может у нее какие-то проблемы. Если вдруг она ступит на землю, то эта земля сразу очернеет. Все, сгниет. Поэтому она не ходит по земле с этой. А, нет, а я думал, что ведьмы с костра не сходят. Блин, а может попробуем по костру и сказать, походи по костру, если выживешь, значит нормально. Значит, ведьмы если нет, то, ну, ладно. А если выживешь, значит ведьмы, значит нужно убить, тогда ее? А, если выживешь, значит жесть, тогда нужно со всех. Нет, тогда нужно будет с серебряными пульками стрелять. Я других наконец-то с его достану. А то и серебряные пули. Найдем. К работягам приду, скажу, Братцы, нужно срочно с серебро. Тоши все. Оплачу. Ничего себе. Ты, конечно, ничего не жалеешь в борьбе с ведьмами. Ну так это что? Они же, блин, очерняют этот мир. Нужно освобождать его от такой. Нам бы задружиться с ведьмой. Представляешь? Превратило нас в этих волков. Мы побежали. Он был отчан, пускай превратит нас. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Есть кто из этих, тех самых? Нет? Советские на месте. Мы, кстати, водичку подешали, приходим к кому-нас. А прачиваешь, да? Зима у тебя есть, это денежки на водичку чуть-чуть. Где бутылочку. А то сестра всю воду выпила, хера. Да, конечно, сейчас. Что, у тебя колонку тут не нашли, так? Не, колонку чуть не видел. Да не колонку, колонку. Ну да, колонку, я и говорю, нет здесь вроде. Да, бакси ходит? Конечно, да что, надолго причём. Да, здесь с этой... С водой, видимо, проблемы. Она либо грязная, либо её нет. Ага. Я бы поискал, но что-то как-то мне стрёмно. Так, а... А, сейчас я тут... Сейчас... А что у тебя стрёмно? Не знаю. Стреляют тут постоянно. Да ты не стреляй, никто не будет... Стрелять. Что-то вспоминают кто-то, что ли? Да, видимо. Ларри, наверное. Ага. Пойду, может, колонку тебе найду. Давай. Коленку. Хоть грязную. Коленку. Колонку, коленку. У тебя давно были коленки? У меня? Ну да. Которые колонки? Которые колонки? Там молёт мужик, там чё-то орёт, слышишь? Да. Чё говоришь? А, говорит, скоро будут. Отошли куда-то. Эти. Ну ладно. Семейные. Ну коленки в фоне, женщины. А, ну давненько, да. Тебе работа не помогает? Ой. Точнее, мешает. Мешают, а не сосредоточиться мне, понимаешь? На чём? На женщине? На работах. На работе. Ой. Женщины. А, женщина на работе. Пойдёмте костру, шоу, вот, пойдёмте со мной. А ты воду купил? Да. А идём куда? В костру. А, ничего себе ты развёл там. А мне ты дашь воды? Нет, ты нет, не дала. Так у меня откуда-то? Мне так что, ну, Эжда говорил. Как выжать, дуга, что ты всё, все бутылки отдал, триж или сколько там в нём было. Что, всё воду же выпил? Сейчас чайку бахнем с вами, хорошо будет. Субтитры сделал DimaTorzok